Всем здравствуйте, меня зовут Южаков Антон и это очередной выпуск с рубрики разбор анализа. И мы продолжаем разбирать стероиды, в данном случае мы поговорим о туриноболе и посмотрим, что происходит с организмом при приеме туринобола. Коротко о туриноболе. Туринобол достаточно неплохой анаболическо-андрогенный стероид, который был модифицированной формой метана. Взяли метан, немного поменяли формулу, убрав с него ароматизацию и, соответственно, получился туринобол. Имеет достаточно хороший анаболический индекс, в принципе, достаточно неплохой препарат как для набора мышечной массы, для сушки, так и для роста силовых качеств. Но у туринобола, как и у любого другого таблетированного стероида, есть альфа-алькилированная группа. Это значит, что данный препарат крайне токсичен на печень. Соответственно, 17-альфа-алькилированная группа позволяет стероиду дольше разрушаться в печени, соответственно, продлевать его период поведения. Период поведения туринобола, насколько я помню, у нас 16 часов. Соответственно, чем сильнее, чем дольше у нас период поведения и чем дольше работает препарат, тем, соответственно, он более токсичен у нас на печень. Поэтому прием любых таблетированных препаратов несет свой вред на печень. И сегодня мы поговорим о туриноболе, о его вменяемых дозировках и что, в принципе, делать с ним, когда его можно использовать, когда нет. Значит, мое основное правило при работе с людьми – это не использовать таблетированные препараты вне соревновательного спорта. В соревновательном спорте у нас здоровье откладывается на второй, третий, четвертый план в зависимости от целей. Соответственно, всегда на первый план у нас выходит результат. Поэтому используется огромное количество как инъекционных препаратов, так в некоторых случаях даже несколько таблетированных. Может использоваться, допустим, туринобол и проверон, к примеру, одновременно. В то же время, как в любительском спорте, я никогда не использую таблетированные препараты. Только в случаях-исключениях, если это достаточно молодые люди, ну там до 25, 21-25 лет. И я вижу на ферменты печени, что они очень низкие. Очень низкие – это ниже где-то 15-20. И, соответственно, как правило, АСТ-ЛТ у обычных людей, как правило, от 25-30 и под 40. Соответственно, если 40 – высшая граница нормы у человека от 38, то понятно, что у него и так будет ближе к 50 на курсе. Никаких таблетированных препаратов вообще не может идти речи. В то же время, если человек достаточно молодой, дозировка достаточно небольшая, 20-30 мг, то использовать таблетированные препараты можно. За 30-40 вообще ни в коем случае, никакие. Ну, как бы, как стероидный минимализм, типа по 6 таблеток в неделю, это меньше, чем 1 таблетка в день, еще как бы терпимо. Но, если мы используем классический, там, допустим, тестостерон плюс туринобол. Соответственно, туринобол должен идти в дозировке, ну, как минимум, 20-30, а лучше даже 40 мг – это уже достаточно большая нагрузка на печень. Собственно, именно это сейчас мы и рассмотрим в анализе. Значит, человек, с которым я проводил консультацию, мы с ним работаем сейчас, а он мне показывал свои старые анализы, что у него происходило раньше и что он употреблял. И, соответственно, у человека был достаточно несложный курс, там, типа, тестостерон, еще что-то и туринобол. Туринобол у него был достаточно небольшой дозировки, всего лишь в дозировке 40 мг в день. И при этом уровень АЛТ-АСТ у человека уже находился АЛТ-394 и АСТ-58. Следующий анализ после отмены препаратов, и вы можете посмотреть по числам, что первый анализ у нас был 25.02, и это был курс. И дальше у него тоже был курс, он не слез с курса, а просто отключил препараты. И уже 15.03, соответственно, там через три недели, уровень АЛТ уже упал до 63, АСТ до 11. Соответственно, понятно, что АЛТ повышена в основном за счет тренировочного процесса, но здесь интерес в другом. В том, что даже небольшие дозировки, таких как 40 мг, уже достаточно сильно повышают и АЛТ, и АСТ, соответственно, АСТ повышена. И интерес в другом, что любые таблетированные препараты, они в основном вызывают токсикацию печени на короткий промежуток времени, непосредственно во время приема. Как только отключается прием таблетированных препаратов, АСТ, АЛТ очень близко, очень быстро приходят в норму. Соответственно, что мы, собственно, и видим на анализах. Поэтому очень часто люди начинают переживать, что АСТ, АЛТ высокое, надо сейчас колоть гептрал, кучу гепатопротекторов и тому подобное. Всегда надо понимать, что были ли таблетированные препараты на курсе или не было. И, соответственно, надо смотреть на соотношение АЛТ-АСТ. Если там уже АЛТ и АСТ за 100, за 150, да, нужен гептрал. Если же при этом АЛТ, допустим, достаточно невысокое, точнее АСТ невысокое, АЛТ высокое, это, скорее всего, тренировочного процесса и сильной нагрузки и токсикации печени нет. Также надо понимать следующее. Допустим, бывает иногда повышается АЛТ-АСТ без применения таблетированных препаратов. В таком случае необходимо использовать гептрал, использовать другие гепатопротекторы, потому что идёт уже сильное токсическое поражение печени без непосредственно влияния стероидов. Это что-то другое. В то же время, как при стероидах, не надо бояться очень сильного повышения, так как при отмене стероидов они возвращаются очень быстро в норму. Ну и, наконец, я думаю, стоит рассказать вообще, почему стоит бояться повышения АСТ-ЛТ. Соответственно, печень – орган, который выполняет огромное количество функций в организме. Соответственно, как только печень выходит из строя, как только печень перестаёт работать нормально, у нас хреновое самочувствие. Мы плохо спим, плохо переваривается пища, мы плохо питаемся. Повышение АСТ-ЛТ всегда быстро приводит к повышению ГСПГ, падению свободного тестостерона, ухудшению работы курса. И всё остальное накладывается друг на друга. Прогрессировать очень хорошо при сильном повреждении печени, при очень высоких АСТ-ЛТ практически невозможно. Поэтому, в первую очередь, необходимо следить за состоянием печени. Ну и, собственно, коротенький вывод о туриноболе. Туринобол достаточно хорошо работает. Да, в дозировках таких, как 40 мг из достаточно нормальной изначальной печени он может повышать ферменты печени. Но если вы достаточно молодой человек и не боитесь, допустим, здесь 26 лет человеку, если вы не боитесь повышения АСТ-ЛТ и понимаете, что они быстро придут в норму после отмены препаратов, вы можете использовать их на курсе. Но я бы всё-таки рекомендовал использовать их относительно коротко, наверное, там 4-5-6 недель. Если вы хотите, можете делать короткий курс, подключать таблетки уже там со средины курса. Либо, если вы делаете длинный курс, вы подключаете таблетированные препараты уже под конец курса. Почему именно под конец? Потому что, если придётся всё-таки ставить гептравы или другие гепатопротекторы, надо, чтобы вы уже были на послекурсовой терапии. Либо есть другие достаточно хорошие схемы, когда таблетированные препараты на курсе принимаются по несколько недель. Допустим, там 2-3 недели идёт приём, 2, допустим, недели идёт перерыв. Если это достаточно длинные курсы, идёт приём таблетированных препаратов. В таком случае это частично разгружает печень и АСТ-ЛТ сильно не повышается. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Кого интересуют дистанционные тренировки, терапии по повышению уровня тестостерона, либо консультации, вы можете ко мне обращаться. Как со мной связаться, есть в описании к видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.